Ну что ж, Арам Григориан, Якуб Шамилов, два россиянина, 28 и 30 лет, в рейтинге они рядышком, 66 килограммов, лучший из россиян на сегодняшний момент, Якуб Шамилов, Григориан, ну рядышком я сказал, Михаил Пуляев чуть-чуть свои позиции сдал, не везет последнее время. Пуляев очень хороший яркий мастер, но хорошая бросковая техника у него, но что-то не везет, может быть и возраст уже сказывается, все-таки Михаил, третий олимпийский цикл, проходит сборная ему 33 года. Итак, Шамил Якубов проиграл в полуфинале Минкову, Дмитрию из Белоруссии, проиграл подсад, сам пошел в плотную борьбу и старался делать атаку вперед. Ну а Белоруссии посадил его на колено и бросил на Япон в голденскор. У Казаха, кстати говоря, Куанова Шамилов выиграл зацепом снаружи, в Азаре выиграл. Причем там такая ситуация была неоднозначная. Казах тоже апеллировал к арбитрам, что по его мнению не было оценки, но арбитры оценили успех нашего спортсмена. Что касается Арама Григоряна, он проиграл Багратия Ниниашвили в четвертьфинале и через утешительные поединки пробивался. Выиграл броском через бедро у азербайджанца Хусейнова в Азаре заработал и провел болевой узел руки. Но за счет узла руки одержал чистую победу и добился бронзовой встречи вот этой. Рамзидин Саидов из Узбекистана. Узбекистана работает арбитром. Поединок тяжелый. Секундантов российских нету. Это в духе дзюдо, когда представители одной страны выходят, то секунданты нет. Жесткая пачечка. Тяжелый, потому что вместе тренируются. Понимаете, в контактных видах спорта очень сложно, когда ты постоянно на сборах, найти противоядие против своего товарища и оппонента. Потому что и на зарядке всякие пуш-пуш, когда делают, и на татами, отработка, спарринге. Ты с закрытыми глазами понимаешь своего соперника, читаешь его. Когда не было такого количества сборов в нашей национальной команде, как сейчас, можно было 3-4 месяца на сборах. 5 проводили в советское время, не больше. А потом уезжал дома, и дома можно было что-то подобрать, подточить. Сейчас тяжело. Все все видят. Еще раз скажу, с закрытыми глазами можно бороться. И, как правило, в таких встречах, если кто-то ошибается, то это уже проигранная встреча. Отмечу, что турнир проходит на очень хорошей первоклассной арене, Татнефть-арена. Кстати, на универсиаде здесь проходил турнир самбистов. Мне довелось там работать. Я в тот период работал для Международной Федерации самбо. Вместе с Шерстаковым Василием Борисовичем, нынешним главой президента. С его приходом было предложено делать видео-магазин, самбо-магазин, видеожурнал. Лучший в мире самбо ежемесячный журнал. И мы со всех континентов собирали самые яркие события, какие-то заказывали, какие-то знали, что будет проходить. Здесь писали ТЗНС на сюжеты. И две программы были вообще фантастические, потому что это студийное было ведение программ. Очень все ярко, красиво. Здесь у нас в НТВ Плюс на втором этаже, восьмая студия. Я делал записи между сюжетами, комментарии какие-то. Что-то снимали, конечно, сами. Снимали на выезде в Москве. И когда эти журналы вышли, конечно, самбийский мир ахнул, что на такой уровень планку подняли. И было, что показать и Международному Олимпийскому комитету, и в Континентальной Федерации. Отличный бросок, но, по-моему, на живот Григорян вывернулся. По-моему, на живот и не оценят. Сейчас Саидов смотрит на арбитров. Без оценки. Да, видео повтор. А нам покажут. У нас есть возможность телевизионный повтор. Что-то Якуб пошел к Араму. Бок был все-таки Бок. А, они поменялись местами. Все правильно. Пока горит в Азаре. Отменяют. Я не понял вот этого момента абсолютно. Хансо Кумаке за нарушение правил. Но вот этот жест, обозначающий нарушение, я его вообще не понял. За что Хансо Кумаку любопытно даже посмотреть. Надеюсь, на повторе покажет. Мы поймем, что же такое он захватом-то не так сделал. Ну и после повторов нас ждет с вами финал с участием российского спортсмена. Еще раз смотрим. Что он там рукой не так сделал. Вообще не понимаю. Здесь не видно. Он его бросает. Он падает. Что он и так рукой сделал. Я сдаюсь. Сдаюсь, сдаюсь. Не понимаю. Сие для меня загадка. Ну где этот эпизод? Где момент? Так, держит. Падает. Ну, видимо, решили, чтобы долго не боролись россияне. Выявить победителя легким способом. Продолжение следует...